Все идеи и планы, инициированные меценатом Микаилом Гуцериевым и главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым, уверенно воплощаются в жизнь. И эта площадка является очередным тому подтверждением. На пресс-конференции представители группы «Софмар» сообщают, что строительство Академии цифрового развития в Магасе близится к завершению, а набор участников на получение IT-профессии уже начинается. У жителей региона есть возможность подать заявку на бесплатное обучение в школу 21. Это школа программирования Сбера, где каждый желающий может получить востребованную IT-профессию. В ходе пресс-конференции председатель правительства Ингушетии отметил значимость реализации проекта в регионе. Школа 21 – это достаточно большой период от 18 до 60. И это новый подход вообще в развитии индивидуального человека, каждой личности. И вот надо сказать большое спасибо, что Михаил Свербекович вот именно организовал, именно сделал то, что мы сегодня видим. Это и здание школы, это и строящийся кампус. И самое-то главное – это возможность наших студентов, молодежи, вот освоить эту, наверное, пожалуй, самую востребованную на сегодня специальность. Отвечают на вопросы журналистов представители группы СафМА, руководители школы 21 и IT-академии. Подробно рассказали об образовательном проекте «Школа 21». Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Кампусы учреждения открыты в шести городах страны – Москва, Казань, Новосибирск, Сургут, Великий Новгород и Якутск. И седьмая совсем скоро начнет свою работу в Ингушетии. В школе можно изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер. Их более десяти. На каком этапе сейчас она реализуется у нас в республике и что уже сделано? Школа стоит на четырех принципах фундаментальных. Первое – это оффлайн-кампусы, доступные для обучения 24 на 7, 365 дней в году. В любое время дня и ночи можно приходить учиться. В Магасе мы сейчас как раз находимся в очень замечательной для нас точке. Мы официально начинаем набор в кампус. То есть мы начинаем принимать заявки для того, чтобы участники могли прийти на отборочный бассейн. Огромное спасибо фонду «Софмар», огромное спасибо правительству, огромное спасибо Михаилу Сафарбековичу. У нас с огромной скоростью движется проект, очень бодро идет и стройка. Школа 21 неоднократно получала положительную оценку со стороны первых лиц страны. Так совсем недавно новгородский кампус посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее он отмечал, что школа является хорошим примером для создания подобных образовательных пространств. Кампус школы 21 на базе Академии цифрового развития Магасе будет базисом образовательного кластера в Ингушетии. На территории комплекса планируется разместить акселератор и другие инновационные проекты. Но важно отметить, что это первый подобный образовательный проект в Северокавказском федеральном округе. Его появление станет импульсом в развитии и цифровизации региона. Кампус школы будет располагаться на трех этажах здания АйТи Академии в Магасе. Всеми возможностями участники смогут пользоваться круглосуточно 365 дней в году. Собравшимся рассказали, как стать участником проекта и из каких этапов состоит поступление в школу. И какие экзаменационные испытания необходимо пройти каждому кандидату, независимо от их возрастной категории? Спасибо большое за вопрос. У нас нет ограничения и каких-то специальных требований, например, к предварительному образованию, полученному нашим участникам. Это могут быть люди, которые закончили только школу. Это могут быть люди, которые учатся в университетах. Отборочный бассейн длится, как я уже сказал, 26 дней. И по итогам этого бассейна мы отбираем самых спрогрессировавших участников. Цель проекта фонда «Софмар» – сделать Ингушетию одними из самых прорывных регионов. Создать здесь все условия для того, чтобы каждый житель республики смог найти себя в разных сферах. Махмуд Али Калиматов отметил, что сложно было бы представить реализацию подобных идей, если бы не помощь Микаила Гуцериева. Одним из уникальных проектов стала будущая IT-академия. Она позволит растить настоящих профессионалов по разным направлениям. Программирование, графика, кибербезопасность, сетевые технологии, искусственный интеллект и не только. С одной стороны, как мы уже говорили, школа – это часть, основа для Академии цифрового развития, которую я имею в честь и заглавляю. А с другой стороны, мы здесь стараемся внедрять наиболее современные решения, иногда в России, но точно на Кавказе. То есть, например, здесь будет большой современный мультимедийный комплекс, в который мы собираемся с коллегами из школы привлекать спикеров регулярно из разных частей Российской Федерации и даже в целом по миру из дружественных стран. В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, представитель группы «Софмар» Билан Ужахов рассказал о стратегии развития Академии цифрового развития на ближайшую и долгосрочную перспективы. Помимо школы 21, группа «Софмар» полностью за свои средства открывает не только школу 21, но еще и акселератор. Акселератор – это некое учреждение, которое будет поддерживать место и предпринимателей, и в том числе студентов, которые будут выпускаться из школы. То есть, развилка студентов и обучающихся в школе будет немножко шире, и, собственно, у них будет возможность как идти и в российские международные компании, так и, собственно, создавать с помощью акселератора, создавать собственные бизнесы, компании, проекты и все остальное. Торжественное открытие Академии цифрового развития и начало отборочного интенсива запланировано на февраль 2024 года. Подать заявку на обучение в школе можно уже сейчас. На сегодняшний день в кампусах школы 21 в России учатся более 4000 человек из 70 регионов нашей страны. Все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах страны. Открытие кампуса на территории региона станет уникальной возможностью обучиться востребованной IT-профессии не только для жителей Ингушетии, но и всех северокавказских республик. Диана Дударова, Схабила Киев, Новости 24.